Больница с одним умывальником и уборной на улице. В таких условиях работают в сарнах врачи скорой. Об ужасах экстренной помощи в сюжете Инны Белецкой. Всё по-домашнему. Маленькая комнатка, тахта с покрывалом. Это диспетчерская и манипуляционная станции скорой помощи, которая обслуживает 100-тысячный район. Многодетные семьи, больные старики и янтарные старатели после постоянных разборок. Все они на их попечении. У экстренных медиков экстремальные условия труда. Это в зарубежных фильмах и областных учреждениях раздевалки, душевые, комнаты отдыха. Здесь одно помещение с кроватями и для женщин, и для мужчин. Вешалка в коридоре, один единственный умывальник у входа с холодной водой. На гнилом полу расползшийся линолеум. Тут ремонты не делали, такие капитальные ремонты. Ну, в 40-х, может быть, точно не делали. А это, похожее на тюремную камеру помещения, комната отдыха водителей и заодно столовая. Скромненько, без изысков, но водители не жалуются. У них другая мечта – гараж. Хотя бы один. На все пять машин. Да чтобы с ямой. За свои деньги никогда не делали. Не ямы, ничего. Едешь. Ну, я за свои платил. Я не знаю, кто там платил. Бывает, что ямы нет. Треба там пять минут на яме. Едешь, шукаешь яму, просишь кого-то там в фирме. То едешь в ДОСА, то в автопарк. Михаил Иванович на скорой 30 лет. И все 30 вот в этих креслах. Прямо в коридоре кино и актовый зал. Здесь же проходят совещания. Коридор украшает телевизор. Он, кроме холодильника, который купил профсоюз, самая новая техника на станции. Еще есть машины, не старые. 2013 года. Правда, все эти четыре «Пежо» уже не способны ездить по селам. Справляется только «Газель». Но с ней тоже беда. Тут немае уже сила батареи в дефибрилляторе. Немае дыхательного обладнания. Немае дефибриллятора. Немае кардиомонитора, кардиографа. Есть и мобилизационное обладнание, ноши. Станция подразделения Ривненского областного центра экстренной помощи. Завидев нас, эмоции не скрывают. Говорят, забросали письмами районные власти в Сарнах. Просили передать 12 пустующих кабинетов в местной железнодорожной больнице. Я хочу, чтобы переселили в большее примечения. Это называется «авантюрное бажание». Звоним главе Сарненского райсовета. О проблеме знает, но говорит, к нему давно никто с просьбами не обращался. В центре экстренной помощи уверяют, переезд в новое помещение – единственный выход. Ведь старое, как не ремонтирую, никаким санитарным нормам соответствовать не будет. Инна Белецкая, Николай Василюк. Подробности. Телеканал Интер.